Баттлфилд 3 Клоус Квотерс нам подарил пехотные бои в закрытом пространстве Армор Килл поразил наши сердца масштабными танковыми сражениями А Автор Маф для нас разрушил охваченной войной Тигеран И предположить то, что будет нас ждать в эндгейм было невозможно Дайс до последнего дня сохраняли интригу И в рамках этого обзора я попытаюсь раскрыть все секреты последнего дополнения к Баттлфилд 3 Которая несет имя Эндгейм Что такое эндгейм? Это 4 новых карты Киасарские пути Небанданские равнины Операция берег И Сабаланский нефтепровод 3 новые единицы техники 2 легких зенитно-ракетных комплекса И мотоцикл Десантный самолет, который дает возможность сброса техники И 2 классических режима игры Захват флага И воздушное превосходство В эндгейм нам представили 4 прекрасные карты Которые олицетворяют тот или иной сезон года По размеру они соизмеримы с Каспийской границей И благодаря этому чувствуется дух Баттлфилда 3 Давайте рассмотрим карты поближе Киасарские пути Демонстрируют нам весенний лес Который постепенно переходит в береговую линию По моему мнению, эта карта очень похожа на Каспийку Но в отличие от Каспийской границы Киасар больше ориентирован на технику Пехотные бои здесь очень редки Они встречаются только на центральной точке Где находится командный центр Си-130 На мой взгляд, Киасар одна из лучших карт Для захвата флага и режима захват Небанданские равнины В отличие от Киасарских путей Эта летняя карта больше подходит для пехотных боев Несмотря на то, что эта карта огромная По ощущению геймплей тут очень похож на Клоус Квотер Совсем благодаря расположению точек Расстояние между ними минимальное Небандан очень интересно играть в режиме штурма и захвата Операция Берег Этот кусочек осени можно смело назвать лучшей картой эндгейма А может даже и всего Баттлфилда 3 Во-первых, Операция Берег безумно красивая карта Во-вторых, именно для этой карты сделан режим захват флага И именно здесь мотоцикл раскроет вам весь свой потенциал Потому что на карте находится огромное количество трамплинов Сабаланский нефтепровод это первая полноценная зимняя карта О которой мы мечтали со времен беты Баттлфилда 3 По ощущению это самая большая карта в эндгейм Но несмотря на это, на Сабалане представлен очень вариативный геймплей В отличие от Киосара или Небандана Здесь не доминирует только техника или только пехота Здесь найден идеальный баланс между этими двумя эпостасиями И данная карта раскрывает весь свой потенциал Именно что в захвате на 64 игрока В эндгейм Дайс вернули нам самые скоростные режимы игры Это захват флага, который впервые дебютировал в Баттлфилд 1942 И воздушное превосходство, которое появилось в Баттлфилд 1943 Но давайте рассмотрим поближе эти режимы Захват флага Классический сетевой режим, в котором две команды сражаются за обладание вражеским флагом Задача проста Нужно украсть флаг и доставить на свою базу Если честно, я боялся за этот режим, но после одного отыгранного раунда все страхи исчезли На мой взгляд, это самый командный режим Который требует постоянной связи со своими друзьями Так что, собирайте друзей в скайп и в бой Кстати, главная особенность этого режима заключается в том Что вы, будучи флагоносцем, можете использовать любую техку И именно в этом режиме мотоцикл просто необходим Воздушное превосходство Представляет собой режим превосходства в захвате На карте есть три точки Наша задача захватить и удержать эти точки При этом все манипуляции происходят в воздухе В матче участвуют 24 самолета, по 12 на команду Над воздушным превосходством DICE основательно поработала Большинство ошибок, которые были в Баттлфилд 1943, DICE исправили Во-первых, мы теперь не появляемся на взлетной полосе А сразу в самолете Второе, вместо одного флага у нас на карте их три Что увеличивает поле боя и место для маневр Плюс ко всему, нам запретили выпрыгивать из техники В этом дополнении DICE нам представили легкую зенитную артиллерию Которая базируется на джипах Это вездеход с системой АСРАТ и водник Зерка Несмотря на свое слабое бронирование Это очень эффективное средство передвижения Самый интересный факт, что эти вездеходы эффективны Не только против авиации, но и против тяжелой техники Ракетная установка вооружена двумя ракетами земля-воздух И четырьмя неуправляемыми ракетами класса ГИД Которые могут вывести из строя даже танк Кроссовый мотоцикл это символ этого дополнения По характеристикам это самое быстрое и самое маневренное средство передвижения в игре Из особенностей можно выделить возможность пассажира вести огонь по всему периметру мотоцикла Чтобы полностью прочувствовать эту машину, я советую вам поиграть в захват флага на операции Берри Вы получите море удовольствия Из интересных фишек в DICE нам добавили десантный самолет Данный самолет доступен только в режиме захвата После захвата командного центра на карте появляется тяжелый транспортный самолет C-130 С которого можно сбросить БМП или же прыгнуть с парашюта Как миссии Кафаров, которая была в синглплеерной компании Battlefield 3 Также DICE подарили нам огромное количество жетонов и легендарный мифический пистолет M1911S Tactics Который ранее был доступен только сотрудникам DICE Чтобы его открыть, вам потребуется выполнить все задания дополнения Endgame В итоге Endgame Отличное дополнение, которое вновь показало нам талант DICE За полтора года они ни разу не повторились Endgame нам доказал, что DICE не боятся экспериментов Благодаря этому даже такой архаичный режим, как захват флага, преобразился в Battlefield 3 По моему мнению, Endgame идеальное дополнение для окончания этой эпохи Ну вот и все, мы стали свидетелями заката Battlefield 3 Заканчивается прекрасная эпоха экспериментов и революционного геймплея Я хочу от чистого сердца поблагодарить DICE за эти прекрасные полтора года Которые они подарили нам Battlefield 3 навсегда останется в истории Как самый прорывной, самый разнообразный шутер 21 века И я надеюсь, что серию ждет прекрасное будущее Возможно, мы об этом узнаем совсем скоро 26 марта на GDC Electronic Arts покажут нечто новое Как говорят сами электроники, мы советуем запомнить этот день Ну а я хочу сказать спасибо, что смотрели Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк Увидимся на поле боя Пока Субтитры сделал DimaTorzok